В 2017 году российская валюта колебалась весьма незначительно. Пара рубль-доллар ходила в узком диапазоне 56-60 рублей, что вполне укладывается в коридор движения валют развитых стран. Впрочем, перспективы рубля пока непонятны. То, что будет с рублем, к сожалению, будет решаться не у нас, а за океаном. Сами знаете где. И будет это зависеть от того, какой пакет санкций примут, и примут ли американцы очередной, как это ожидается в феврале. То есть конкретно речь идёт о санкциях в отношении российского государственного долга и возможности покупки для американских резидентов его. Если ничего подобного не будет, то курс рубля будет оставаться относительно стабильным, примерно в том же диапазоне. Курс рубля по-прежнему примерно на 50% зависит и от стоимости нефти. Пока её перспективы неплохие. Впервые все нефтедобывающие страны договорились о сокращении добычи. Есть некоторые геополитические моменты, которые также сказываются на стоимости нефти. Это и обострение Саудовской Аравии, и взрыв нефтепроводов в Ливии. Все эти факторы позволяют находиться нефти на достаточно высоких уровнях. Впрочем, дорогая нефть не повод для оптимизма. В 2018 году, даже если цена на нефть ещё вырастет, рубль вряд ли сильно укрепится. Низкий доллар выгоден государству. Это и поддерживает экспортеров, поддерживает проекты по импортозамещению и к тому же наполняет бюджет. Плюс осуществляется вспрыцк денег в экономику. То есть, с декабря прошлого года Минфин объявил, что он на московской бирже будет закупать валюту каждый день для пополнения резервных фондов. Также пока не стоит ждать и роста российской экономики. Для этого нет объективных условий. В первую очередь, не растёт спрос. Если в нулевые годы спрос рос за счёт доступных кредитов, то сейчас большинство российских домохозяйств уже закредитованы. Зато в связи с ростом цен на углеводороды, эксперты прогнозируют увеличение стоимости акций российских нефтегазовых компаний. На их покупки можно будет неплохо заработать.